Наша тема – рациональные числа. Сегодня мы должны с ними познакомиться, но предварительно мы кое-что с вами выясним. Установим соответствие. Соответствие будет такое. 0. К каким числам относим? К целым. Теперь ряд. 1, 2, 3, 4 и так далее. Мы относим к натуральным числам. Понятно? К натуральным. Здесь отсутствуют минуса и дроби. Весь натуральный ряд входит в состав целых чисел. Числа минус 1, минус 2 тоже входит в состав целых чисел. Все понятно. Теперь новое число у нас с вами. Это обыкновенные дроби, десятичные дроби, смешанные. Все они, все они, нами изученные совершенно недавно, создают новый вид чисел, с которыми мы как раз сегодня и должны разобраться. Что же это будут за числа? Итак, если натуральные мы обозначим буквочкой N, целые обозначим буквочкой Z, то что у нас за числа, вновь изученные? Мы их назовем с вами рациональные числа. Так что такое есть рациональное число? Число, которое можно записать в виде отношения A к N, где A целое число, то есть любые числа, которыми мы с вами изучили ранее, а N натуральное число, то есть только 1, 2, 3, 4 и так далее, и 0 никак там оказаться не может, называются рациональным числом. Запомнили, да? Вот эта запись будет называться рациональное число. Значит, вот то, что мы тут зелененьким выделили, это нам дает возможность назвать числа натуральные, рациональные числа. Вот это вот у нас рациональные числа. Все ясно, да? Итак, давайте. Так, рациональные числа. Давайте посмотрим, являются рациональные числа 3, 0, минус 6, минус 7 девятых, 6 десятых и так далее, да? Смешанные числа. То есть натуральные числа, 0, отрицательные, обыкновенные, десятичные, смешанные, они входят в понятие того, что мы сейчас только прочитали определение? Если входят, то значит они будут являться рациональными числами. Давайте посмотрим. Вверху у нас находится натуральное, внизу целое, 0, 1. Мы не будем торопиться, да? Здесь то, что нам надо. Здесь то, что нам надо. Здесь то, что нам надо. Здесь тоже. Все числа натуральные, отрицательные, целые, обыкновенные, десятичные, смешанные числа. Все они входят в состав рациональных чисел. Все понятно. Все понятно. Пойдемте дальше. Является рациональным числом сумма разности произведения рациональных чисел. Посмотрите. Мы выполняем действие, выполняем действие, сумма разности произведения. В итоге нам получается рациональное число. Мы с вами делаем вывод, что сумма разности произведения рациональных чисел будет рациональное число. То есть в результате выполнения таких действий над рациональными числами мы получим, опять же, рациональное число. Если мы, смотрите, произведем вот такое действие, то мы тоже будем получать рациональные числа. То есть рациональное число, если его отношение будет увеличено на одну и ту же величину, то мы в результате будем получать рациональное число. В данном случае запись в виде десятичной дроби, но тем не менее это тоже рациональное число. В пределении мы тоже будем получать рациональное число. Очень интересно тут может получиться. Если мы выполняем это действие, получается у нас такая интересная запись. Идет повторение. В пределении мы получаем повторение. Мы получаем запись 2 и 45 в периоде. Называется в периоде. То есть повторение идет. Повторяется, повторяется 4, 5, 4, 5, 4, 5. И мы можем записать вот в таком виде. То же самое мы можем записать и 29, 9, 12, 55. Где будет идти повторение, мы получаем так же самое в периоде. И так далее. Но останавливаться специально на всем этом уже нет смысла. Главное, что мы с вами уяснили, что кроме того, что существует натуральный ряд, целый ряд, существуют еще и рациональные числа. Натуральный ряд и целые числа входят в состав, как бы в состав вот этого множества рациональных чисел. Ну, выполнили действия, раз уж мы их начали. Ну, здесь вот мы видим с вами натуральные числа идут и так далее. Желаю успеха. Если что-то непонятно, можете прокрутить ролик еще раз. Спасибо.